Приветствую вас, и поскольку моя коллега описала страх перед одиночеством как следствие детско-родительских отношений, то я предлагаю вам посмотреть на эту ситуацию немножечко под другим углом, а именно через оценку ваших страхов как следствие определенных наших нереализованных желаний, связанных со стремлением не быть одной. То есть вы пишете, что вот вы, находясь одна, что-то слышите, начинаете бояться, начинаете переживать. В принципе, ваша реакция, она естественна, потому что вы отчаянно хотите быть в обществе с кем-то, но этого у вас не происходит, и нереализованные желания пытаются вам повлиять на сознание, на органы восприятия, чтобы как бы, ну, чтобы дать о себе знать. То есть то, что вы слышите, то, что вы как бы чувствуете, это вследствие того, что вы одна, и что вы этим одиночеством томитесь. Вы чувствуете себя брошенной, покинутой. Вы не хотите этого. И из-за этого вы создаете себе сами образ такой, чтобы вот, да, будто вы кому-то нужны, да, будто вы кому-то понадобились, будто к вам кто-то вот идёт. Обычно в таких случаях можно порекомендовать. Во-первых, лучше релакс, более точную и правильную организацию своей деятельности, своей, значит, активности, чёткое шередование работы, нагрузки, отдыха, релаксации, правильный сон, больше бывать на светом, чистом воздухе, и обязательно завести себе какого-нибудь домашнего питомца, о котором бы вы могли заботиться. Ну, например, кошка или что-нибудь ещё. Это всё поможет вам быть более спокойной, свою энергию, которая у вас копится, направлять на животное в данном случае, и тем самым решить свою проблему, проблему потребности в общении. И в обязательном порядке, после этого, значит, вот вы пишите, что пару раз, вы слышите, что кто-то ломится к вам в дверь. Вот эти пару раз как можно подробнее, как можно более развернуто вам нужно описать, что вы переживали до этих моментов, что вы переживали непосредственно перед ними, какого у вас было эмоциональное состояние, возможно, вы от чего-то пытаетесь убежать, от чего-то пытаетесь отгородиться, как сказал мой коллега Андрей Смирнов, и тогда у вас действительно тревожность. Тревожность – это бег от опыта, это нежелание принимать изменяющийся окружающий мир и болезненная потребность в том, чтобы постоянно от него отгораживаться. Соответственно, следующий вопрос, который нужно обязательно рассмотреть, это вопрос, почему вы живете одна, то есть почему у вас нету, ну, скажем, спутника жизни, почему вы до сих пор не, ну, скажем так, не замужем, может быть, есть там какие-то проблемы, то есть если вы видите, например, определенный блок, блок, связанный с построением личных отношений, с построением социальных отношений, с реализацией себя в обществе, еще как-нибудь, то эти блоки нужно рассматривать, убирать, разбивать и ставить себе четкие цели и задачи, значит, для того, чтобы их достигать. Также я бы очень рекомендовал вам побольше отдыхать за целый день, и тогда у вас просто не будет времени и сил для того, чтобы генерировать подобные вещи. То есть если у человека много свободного времени, он находится наедине с собой, то ему начинают казаться реальными те вещи, которые он сам себе представляет. И поскольку, скорее всего, как я уже говорил, вы чувствуете, что никому не нульны, потому что вот вы живете одна, то вам хочется быть востребованы, и это востребование проявляется вот в такой вот искаченной форме. Конечно же, в рамках такого вот вопроса и такого ответа помочь вам на сне 100% не получится, потому что у каждого страха есть своя причина. Причина это, как правило, определенная ситуация жизненная, которая не была пережита должным образом, и из которой не был извлечен опять-таки соответствующий урок, соответствующий опыт. И именно в этом контексте можно воспринимать то, что вы чувствуете, то есть страх, что к вам кто-то ломается дверь, как ощущение собственной беспомощности, беззащитности. То есть отсутствие любви и заботы к вам о сострове других людей. И в этом плане, я думаю, более развернуто представлена позиция коллеги Ирины, о которой говорят, что это детская родительница, и родительские отношения. То есть если родители вас недостаточно сильно оберегали, опекали, любили, заботились о вас недостаточно сильно, то вам надо понять, почему они этого не делали, и вам, соответственно, обозначить потребность, которая у вас есть, ее удовлетворять, как бы унося коррективы в вашем взаимодействии с людьми. Больше ориентировать его на то, что вы хотите вы, а не на, скажем так, бесцельное или спонтанное взаимодействие. То есть чтобы оно было подчинено какой-то идее, какому-то направлению. Тогда вам будет проще, и легче и за страхом справиться, и свои желания удовлетворить, и занять место в обществе, соответствующее тому, которому вы заслуживаете. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!